Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекто Бест, и это подборка сборов из нашего прошлого 654-го королевства. Здесь мы воевали против английской семьи Ра, состоящей из примерно 8 гильдий. И первая цель, которую я сейчас сборю, чисто для разогрева. Там всего лишь 7 миллионов войск, кавалерийское построение, полная ферма, ну и я, конечно, сделал стрелковый сбор. Стрелки у меня, как вы знаете, самые сильные, поэтому ситуация идеальная. Даже если он сменит фалангу на пехотную, поменяет шмот, то все равно сбор принять не сможет. Посмотрите на его пропорцию. С героями на стене тоже не все в порядке, ну а по войскам слишком мало до вторых. Их хотелось бы тут иметь примерно по 3 миллиона каждого. Ну а так, принять сбор он не сможет, даже если его укрепят. Но крепить его никто не стал, потому что он в оффлайне, силы там мало, и он на полной ферме. Сбор идет, удар, и он, конечно же, горит. Минус 4 миллиона войск, 80 миллионов силы, ну а мы потеряли всего лишь 500 тысяч до четвертых. На 10 человек это ни о чем. Да, пронесли всю кавалерию, немножко пехоты. Ну и сейчас можно делать пехотный сбор и добивать стрелковые остатки. Правда, я здесь натупил, и выхожу в соло, атаку, конечно, отменяю, и сбор сделал вместо меня сагильдеец, который обычно не сборит. Я от него сборов практически не вижу, но давайте, пускай попрактикуется. Закидываю пехоту, он даже буст не заюзал, хотя он тут в принципе не нужен. Остатки точно один сбор должен добить. Но в итоге один товарищ ждать выхода сбора не стал. И сейчас пойдет пехота и в соло, возможно, ему удастся поджечь. Там пехота не очень сильная, статы примерно 600% атаки, но этого для пробития вполне хватает. Цель загорается, но и я сразу в соло выходить тут не стал. Меняю таланты, у меня сейчас фулл стрелковые. Дальше нужно будет поменять шмот, остается 366 миллионов силы. Смотрю, выходит вторая атака от сагильдеца, сбор скорее всего распустится. Сейчас будем подключаться. Раз уж там кавалерийская фаланга и кавалерии не осталось, то впереди стоят и впитывают урон стрелки. Только два отряда. Оставшиеся два отряда стрелков остаются сзади, и они танкуют только тогда, когда умрет вся пехота. То есть порядок танкования таков. Два отряда стрелков, потом четыре отряда пехоты, и затем уже два оставшихся отряда стрелков. Захожу в миллион двести тысяч войск, убиваю пятьсот тысяч, ну и остальное достается сагильдийцам. Цель полностью обнулена. Смотрим дальше. Игрок из гильдии ТП, это скорее всего англичанин, здесь войск гораздо больше. Тут нормальная пропорция, скорее всего стрелковая фаланга, и было изначально по 4 миллиона каждого Т2. Первый сбор я пропустил. Не знаю, зачем мы сборим пехотой, это очень глупая идея, потому что перед нами зайдет еще как минимум два союзных сбора. Идет гильдия БСЕ и поджигает. До этого сбор растворился. Там били пехотой. БСЕ зашли стрелками и пронесли почти всю переднюю линию. Осталось только 200 тысяч Т4 луков. Теперь, конечно, нужно бить кавалерией, никак не пехотой, поэтому наш сбор лучше будет распустить. Цель находится на полной ферме, поэтому так просто ее смогли пробить. Если бы там была война, то скорее всего он бы смог растворить, но сбора в 5 как минимум. Войск там много и пропорция хорошая. Изначально было примерно миллионов 17. В итоге сбор мы распускать не стали, а просто меняем пехоту на кавалерию. Потому что если мы распустим сбор, то нам уже ничего не достанется, и союзники зайдут раньше нас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта цель из гильдии Рье уже находится на военном шмоте. Скорее всего там военные таланты и 18 миллионов войск. Т4, Т3, Т2 и Т1. Тут есть абсолютно все. Пропорция очень хреновая. И первый сбор сделал Вайжан из кавалерии. Потому что там пехотная фаланга, и сейчас он должен загореться. 846 миллионов силы, фиолетовый военный сет, все герои на стене золотые. Пока непонятно в сети он находится или нет, фалангу повторно никто не тестил, но будем надеяться на удачу. Я выхожу вторым, у меня стрелковый сбор, и по расчету Файжан должен убивать всю его пехоту. Пехоты там было довольно много, примерно 5 миллионов, и похоже Файжан справляется. Он убивает 8 миллионов войск своим сбором, я убиваю 4. Минус 96 миллионов силы, там остаются только стрелки. Мы почти ничего не потеряли. Давайте посмотрим подробный отчет. Вот, было немножко Т-5, в основном Т-4, и немножко Т-2, то есть кто-то кидал подушку. Вот такие герои на стене, 3 кавалерийских, 1 стрелковый и 1 пехотный. И последний сбор от гильдии БСЕ, пехотный, добивает все остатки его войск. Все, на этом цель полностью обнулена. Остается 508 миллионов силы, и вот такие отчеты в Вестнике Королевства. Да, конечно, Файжан ударил очень сильно. Суммарные потери 188 миллионов силы и 10,5 миллионов войск. Смотрим следующую цель. Она была в гильдии РА, игрок с 7 миллионами войск, довольно много до четвертых. Он находится в сети, его полностью крепанули пехотой, и он собирается принять наш кавалерийский сбор. Причем сборит барон из гильдии ССЗ с полностью прокачанным аккаунтом. Непонятно, как он собирается принять сбор с 8 миллионами войск. Это с учетом крепая. Да, его поджигают, что очень ожидаемо, и после этого он сразу уходит под щит. Но наш сбор почти полностью растворился, представляете? Почти полностью. У нас выжило всего лишь 20 тысяч войск. Да, Т5 здесь практически не было. Т5 взял только сборщик, мы ударили по пехоте, то есть самая благоприятная ситуация для нас, фаланга там не сменилась, и мне действительно непонятно, почему же у нас так много потерь. То есть в теории, если бы он поставил стрелковую фалангу, его докрепили бы стрелками, тогда скорее всего мы бы там остались, прикиньте, в 8 миллионах войск. Ну и вот последняя цель на сегодня. Игрок стоит без контрразведки, на кавалерийском построении, гильдия СКН. Цель очень легкая, скорее всего он тоже сразу загорится. У нас два сбора, стрелками бьют БСЕ, ну а мы пойдем пехотой. За два сбора мы должны его полностью обнулить. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok